Часть 2. Культура евробутылки. Если археологи будущего начнут когда-нибудь раскапывать нынешние города, то как они назовут современную нам цивилизацию? Вообще принято так. Если о культуре исторических данных нет, то называют по наиболее характерному признаку, часто встречающемуся предмету. Например, культура боевых топоров. Что останется от нас? Книги, газеты. Их срок жизни 50-100 лет. Их печатают сейчас на бумаге, которая содержит кислоту и потому недолговечно. Металлы корродируют, даже алюминий и нержавейка и проживут сотни лет, а тысячи уже вряд ли. А вот что почти вечное, так это керамика. И ее разновидность стекло. По керамике часто различают культуры. Например, культура воронковидных кубков. Так красиво называют распространенные сосуды, по сути, тогдашние стаканы. Думаю, что наша цивилизация будет называться культурой евробутылки. Именно этот артефакт чаще всего будет встречаться при раскопках нашего культурного слоя. Непростое общество. А ведь есть у прогрессивного человечества проблема, которая вовсе не будет дожидаться 2050-го или тем более 2100-го года. Взглянем на нее и решим, насколько значима и важна для современной цивилизации паника по поводу глобального потепления. Что и почему в мире происходит? Полезно почаще вспоминать старую, но отнюдь нетривиальную истину. Политика базируется на экономике. А экономика современная базируется на энергетике. Кто не согласен, пусть вывернет в своей квартире пробки, перекроет краны газа и горячей воды и подумает. Или потушит костер в чуме и все равно подумает. А в энергетике есть проблема, которая, смотри выше, не может не отразиться на развитии экономики и, соответственно, политики. Она одновременно и проста, и очень непроста. Попробуем ее рассмотреть. Стоит ли тянуть котах за хвост и ходить вокруг да около? Нефть. Вот корень проблем начала третьего тысячелетия. Все дело в этой горючей маслянистой жидкости. Обычно черной, хотя нефть бывает и красноватой, и почти прозрачной, похожей на солярку. О, это очень непростое вещество. И не только в ее составе дело. Нефть, казалось бы, просто один из видов минерального сырья. Я даже не знаю, сколько видов сырья добывается сейчас, но точно не одна тысяча. Но только нефть в последние десятилетия дорожала. И в текущих ценах, и даже абсолютно. После пересчета цен с учетом инфляции. А практически все остальные виды минерального, да и сельскохозяйственного сырья только дешевели. Есть такой железный закон. На экспорте сырья не разбогатеешь. Из-за этого закона когда-то в 60-е, 70-е, 19-го века пострадала Россия. В 20-м веке Аргентина. На рубеже 19-20 веков она входила в мировую десятку. Тогда стран в мире, правда, было поменьше. Продавала броненосные крейсеры и России, и Японии. Но ее зерно и тушенка последний раз остро понадобились только во Вторую мировую. Прибыль получает потребитель сырья, а не производитель. На обложке книги вы видите странную картинку. Полуголые грязные люди поднимают по приставным лестницам какие-то мешки. Никогда не догадаешься в чем тут дело. А это добыча алмазов в Бразилии. Алмазов. Но что-то на богачей эти люди не похожи. Отдельные личности могут, конечно, составить себе состояние, но страна в целом нет. Чем сильнее страна втягивается в сырьевую ловушку, тем заметнее отстает. А вот нефть, другое дело. Есть целые страны, которые разбогатели и стали значимы в мире только благодаря нефти. Я не сильно преувеличу, если скажу, нефтяной вопрос в мировой политике. Это как тема секса в обычном обществе. Если о нем не говорят, то думают, даже когда занимаются чем-то другим. А фабула нефтяного вопроса, если не вдаваться в подробности, крайне проста. В год добывается 3 миллиарда тонн нефти, две трети которой потребляется развитыми странами Запада и Японии. В мире разведано 140 миллиардов тонн нефти, причем более половины принадлежит пяти странам Персидского залива. И Запад занят главным образом тем, чтобы поделить эту нефть и обеспечить беспрепятственный доступ к ней на ближайшие 40-50 лет. Такое вот мнение. Давайте теперь немного вдадимся в подробности. И вы сами решите, важна ли эта проблема и влияет ли она хоть в какой-то степени на краткосрочную и долгосрочную мировую политику. Для начала обозначим масштаб и точки отчета. К сожалению, благодаря англичанам и американцам в мире до сих пор используется система мер и весов, восходящая к динозаврам. Нелогичная и малоприспособленная к десятичной системе счисления. Поэтому в современной мировой литературе и практике для измерения количества нефти, в частности ее запасов, используется нефтяной баррель, объемная единица равная 158,98 литра. В отечественных же публикациях принята весовая система мер, в основе которой лежит метрическая тонна. Если кто-то забыл, метр появился в результате французской революции. Это не волюнтаристское решение какого-нибудь захудалого короля, установившего расстояние от своего царственного носа до менее царственного кончика указательного пальца в качестве единицы длины. И американцы до сих пор ею пользуются. Французские ученые предложили гораздо более логичную метрическую систему, как известно базирующуюся на стабильных физических свойствах земного шара и воды. Создали систему мер так. Взяли расстояние от экватора до полюса и разделили на 10 миллионов частей. Получился метр. Тысяча метров километр. Одна сотня метра в сантиметр. В кубический сосуд. Со стороной в один сантиметр. Налили воду и получился ровно грамм. Тысяча граммов килограмм. Тысячу килограммов нужно было называть мегаграмм. Миллион граммов. Но так не принято. Принято называть вес тысячи килограммов тонной. Вообще-то слово тонна обозначает просто бочка. Поэтому в некоторых устаревших системах мер есть свои тонны неметрические. Большинство дробных или более крупных единиц получают из базовых умножения на 10 в разных степенях. Очень разумно. Только с градусными мерами и временем не получилось. Они остались нам от шумеров и античных цивилизаций. А там они родились из некоторых астрономических соображений и практических нужд. Дело видимо в том, что если поставить рядом Солнце и Луну, то они укладываются такой парочкой на небесном экваторе ровно 360 раз. Отсюда и градусы. А у греков и римлян было принято менять стражу по 12 раз за ночь. Так же и днем. Отсюда видимо произошли часы. Итак, кубический метр. Воды имеет массу тысячу килограммов. Или весит одну тонну. Нефть легче воды. А различные сорта нефтяных смесей имеют различный вес и стоимость. В частности, российская нефть марки Уралс ценится на несколько долларов за баррель дешевле, чем базовая в европейской торговле марка Брент. Хотя по весу в барреле Уралс нефти больше, чем в барреле Брент. Просто в нефти самые ценные легкие фракции. Из них получается бензин. Поэтому чем нефть легче, тем дороже. Нефть в среднем имеет удельный вес 0,88 тонны на кубометр. Бензин 0,7. Керосин уже 0,82. А мазут почти 0,9. Соответственно, баррель нефти весит около 136 килограмм. А тонна нефти занимает объем 1,14 кубометра. В западных оценках мировых и страновых ресурсов применяется величина гигабаррель. То есть миллиард баррелей. Это около 140 миллионов тонн. Добываем мы, Россия, сейчас около 3 гигабаррелей в год. Или чуть более 400 миллионов тонн. Для облегчения задачи условимся, что тонна примерно соответствует 7 баррелям нефти. И далее будем стараться использовать только метрическую систему. В теплотехнических и экономических расчетах, конечно, нужна большая точность. Но для нас и 10-20% особенно значения не имеют. Ведь мы не сделки заключаем, а говорим о запасах недр. Да еще зачастую прогнозируем их. То есть курочка-то еще в гнезде. Количественные данные, используемые здесь, в основном взяты из разделов нефти, природный, горючий газ, так называемого государственного доклада правительства Государственной Думы за 1997 год, доступного в интернете. Данные соответствуют состоянию на середину 90-х годов 20-го века. Они широко известны. Всего подтвержденные или доказанные запасы нефти в мире составляют не более 145 миллиардов тонн. Это количество динамически меняется. Вычитается добыча и добавляются полностью разведанные и оцененные месторождения. Так в публикации приводится цифра 140 миллиардов тонн. В различных источниках цифра также может отличаться, но не сильно именно в этом диапазоне. Кто лучше всех знает, где и сколько запас на земле нефти? Вопрос риторический. Конечно, американцы. Они же больше всех в мире ее потребляют. Кому, как не им, интересоваться нефтью, наиболее авторитетный источник по минеральным ресурсам? US Geological Survey, геологический обзор США, из последних по времени документов с оценкой ресурсов нефти. Великие нефтяные державы, те, чьи нефтяные запасы измеряются в миллиардах, а добыча в сотнях миллионов тонн, их на карте мира всего десятка два. По иронии судьбы, классические, в политическом смысле, великие державы, Россия, США, Китай, считаются и великими нефтяными, кроме прекрасной Франции. Англия, великая, отчасти она добывает более 100 миллионов тонн, а вот запасов-то у нее не очень. Но более 90% запасов, тем не менее, находится на территориях развивающихся стран. Не во всех странах подтвержденные запасы остаются на прежнем уровне, в большинстве они снижаются. Это относится и к России, где в 90-е годы геологоразведка была в значительной мере прекращена. С той же проблемой по различным причинам сталкиваются и другие страны. Например, в США территория геологически хорошо изучена, новых крупных месторождений ждать уже не приходится, а добыча не снижается. Считается, что всего на Земле осталось около 350 миллиардов тонн нефти, вместе с доказанными запасами, пригодных для добычи при современном уровне технологии. Еще около 100 миллиардов тонн, находящихся в совсем неудобных местах, в сложных геологических и географических условиях, под морским дном, в глубинах более 500 метров и так далее. Кстати, само существование этих запасов и их принципиальная доступность никем не гарантирована. Такие оценки относятся к разряду спекулятивных, то есть в значительной степени умозрительных. В науке слово спекулятивный, посмотрите в словаре, носит менее негативную окраску, чем в обычной речи, но все-таки негативную. К тому же это максимальная оценка. В зависимости от степени разведанности запасы делятся на различные категории. Своя градация есть в нашей стране. Разработана и международная система. Не углубляясь в подробности, разумнее всего опираться на доказанные запасы в 140-150 миллиардов тонн и прогнозируемые достоверные запасы в 60-70 миллиардов тонн. За всю историю человечества добыто и израсходовано около 100 миллиардов тонн нефти. Большая часть в последние десятилетия. Добыча постоянно растет и в последние годы, как уже говорилось, составляет около 3 миллиардов тонн ежегодно. Львиная доля из этого достается США. Около 1 миллиарда тонн. Остальные делятся примерно поровну между другими странами золотого миллиарда и остальным миром. Потребление отчасти из-за новых индустриальных стран растет. Тем не менее, хотя относительный рост экономики Китая велик, золотой миллиард вместе с США отнюдь не снижает свои аппетиты. Его золотого миллиарда потребности удовлетворяются в основном импортом. Сейчас Западная Европа импортирует около 300 миллионов тонн. Япония примерно столько же. Собственная добыча США около 350 миллионов тонн. А недостающие до миллиарда ввозятся главным образом из Мексики, Канады и Венесуэлы. Импорт США из стран Старого Света, то есть Ближнего Востока и из Африки, также значительен около 200 миллионов тонн. Из них продукция Персидского залива составляет примерно половину. Так что пока из развитых стран почти полностью от Ближнего Востока зависит только Япония. Но это только пока. Итак, весь мир добывает и потребляет примерно 3 миллиарда тонн в год. То есть чуть больше 2% от доказанных запасов. Насколько лет хватит при нынешнем потреблении нефти из доказанных запасов? Посчитать легко. 40-50 лет. Если не открывать новых месторождений. Отсрочка лишь, но не прощение. Но мы же отметили, в разряд доказанных непрерывно переводятся новые месторождения. Их может быть до 200 миллиардов тонн. А с различными неудобьями даже до 300. Значит не все так плохо. Не оскудели кладовые Плутона. Однако тенденцию необходимо знать не хуже, чем текущее состояние. Об этом говорит мудрость малочисленных народов. Так какова же тенденция? К сожалению, объем вновь разведанных месторождений уступает расходу. Так в середине 90-х годов ежегодный прирост запасов составлял 0,8% от неравных. Напомню, при добыче свыше 2%. Получается арифметическая задачка про бассейн с двумя трубами. Струя, что выливается в 2,5 раза больше вливающейся. Когда же опустеет бассейн? Получается, что исчерпание при сохранении современных темпов добычи и разведки все равно наступит. Хотя и позднее, к 2070 году. Мы легко относимся к вероятности отдельных событий. Когда-то и солнце погаснет или взорвется. Чего об этом думать? Но в данном случае время вполне осязаемо. Если у вас, уважаемый читатель, только что кто-то родился, дочка или внук, то их внуки начнут жизнь в мире уже без нефти. Легко ли им будет? Но опять-таки ситуация несколько сложнее. Грядущие 70 лет не будут заповедником безмятежности. Потому что не только текущее состояние трансформируется со временем. Меняются и тенденции. Объемы вновь открытых месторождений в мире падают. И эти самые 0,8% ежегодно добавляемые к доказанным запасам даются все труднее. Донышко-то уже проглядывается. Но прежде чем говорить о том, как же будет развиваться процесс истощения, сделаем срез нынешней ситуации. Нефть на карте мира. Из 140-150 млрд тонн подтвержденных запасов, на которые может твердо рассчитывать человечество, в западном полушарии находится незначительная часть. Здесь наиболее богато нефтью Венесуэла. Около 8 млрд тонн. Затем Мексика. Около 6 млрд тонн. Основной мировой потребитель США обладает запасами в 3 млрд тонн. Больше там запасов мирового масштаба нет. Но и в старом свете неравномерность и в территориальном распределении велика. Основные запасы принадлежат Саудовской Аравии. 25% мировых. Около 35 млрд тонн. Еще примерно по 8-10% по 12-15 млрд тонн находятся в странах Персидского залива. Иране, Ираке, Куэйте и Объединенных Арабских Эмиратах. Из ОАО наиболее богат Эмират Абу-Даби. Остальные запасы Англо-Норвежские, Северного моря, Алжирские, Индонезийские, Тропической Африки не идут ни в какое сравнение с Персидским заливом. Только близкая к Европе Ливия со своими 4 млрд тонн и полковником Каддафи довольно заметна в мировом балансе. Табличку из государственного доклада я привожу. Изучать ее на досуге полезно. Обратите внимание, там нет данных о России. Запасы нефти и газоконденсата в миллионах тонн на 01.01.1996 года. Как правило, запасы нефти включают также и запасы ГКЖ, в состав которых кроме, собственно, конденсата входят сжиженные нефтяные газы, этан, пропан, бутан, извлекаемые из сырья в процессе добычи или переработки. Цифра первая – это запасы, подтвержденные в миллионах тонн. Цифра вторая – их доля в мировых запасах в процентах. Европа – 2681.202%. Австрия – 13,8%. 0,01%. Албания – 22,6 миллионов тонн. 0,02%. Белоруссия – 71 миллион тонн. 0,05%. Болгария – 2 миллиона тонн. 0%. Босния и Герцеговина – по нулям. Великобритания – 558,1 миллиона тонн. 0,44%. Венгрия – 17,6 миллиона тонн. 0,01%. Германия – 46,4 миллиона тонн. 0,03%. Греция – 5,6 миллионов тонн. 0%. Дания – 141,3 миллиона тонн. 0,11%. Испания – 2,7 миллиона тонн. 0%, Италия – 85,0 миллиона тонн. 0,06%. Латвия – по нулям. Литва – 5,1 миллиона тонн. 0,00%. Македония – 0,00%. Молдовия – 0,2 миллиона тонн. 0,00%. Нидерланды – 14,6 миллиона тонн. 0,01%. Норвегия – 1153,7 миллиона тонн. 0,87%. Польша – 4,3 миллиона тонн. 0%. Румыния – 220 миллиона тонн. 0,17%. Украина – 235,0 миллиона тонн. 0,18%. Франция – 19,0 миллиона тонн. 0,01%. Хорватия – 20,5 миллиона тонн. 0,00%. Чехия и Словакия – 2,0 миллиона тонн. 0%. Эстония – по нулям. Ягославия – 10,6 миллиона тонн. 0,01%. Азия – 98,318,9 миллиона тонн. Это 74,1% мировых запасов. Азербайджан – 930,0 миллиона тонн. 0,7%. Армения – по нулям. Афганистан – 14,0 миллиона тонн. 0,01%. Бангладеш – 0,8 миллиона тонн. 0%. Бахрейн – 28,8 миллиона тонн. 0,02%. Бруней – 184,9 миллиона тонн. 0,14%. Вьетнам – 68,5 миллиона тонн. 0,05%. Грузия – 6,6 миллиона тонн. 0,00%. Израиль – 0,6 миллиона тонн. 0,00%. Индия – 796,4 миллиона тонн. 0,6%. Индонезия – 707,8 миллиона тонн. 0,53%. Иордания – по нулям. Ирак – 13,698,6 миллиона тонн. 10,32%. Иран – 12,082 миллиона тонн. 9,11%. Йемен – 547 миллионов тонн. 0,41%. Казахстан – 10,15 миллиона тонн. 0,76%. Катар – 506,8 миллиона тонн. 0,38%. Киргизия – 15 миллионов тонн. 0,01%. Китай – 3,287,7 миллиона тонн. 2,48%. Куэйт – 13,220 миллиона тонн. 9,96%. Малайзия – 5,589 миллиона тонн. 0,44%. Монголия – 1,5 миллиона тонн. 0%. Мьянма – 6,8 миллиона тонн. ОАЭ – 13,438,3 миллиона тонн. Это 10,13%. Оман – 703,8 миллиона тонн. 0,53%. Пакистан – 27,8 миллиона тонн. 0,02%. Саудовская Аравия – 35782,2 миллиона тонн. Саудовская Аравия – 26,97%. Сирия – 342,5 миллиона тонн. 0,26%. Таджикистан – 5 миллионов тонн. 0%. Таиланд – 31,6 миллиона тонн. 0,02%. Тайвань – 0,5 миллиона тонн. 0%, Туркменистан – 160 миллионов тонн. 0,12%. Турция – 66,8 миллиона тонн. 0,05%. Узбекистан – 15 миллионов тонн. 0,01%. Филиппины – 29,6 миллиона тонн. 0,02%. Япония – 6,7 миллиона тонн. 0,01%. Африка. Всего на Африку приходится разведанных запасов 10,021,3 миллиона тонн. Их доля в мировых запасах – 7,55%. Алжир – 1260,3 миллиона тонн. 0,95%. Ангола – 741,4 миллиона тонн. 0,56%. Бенин – 4 миллиона тонн. 0%, Габон – 183,6 миллиона тонн. 0,14%. Гана – 2,2 миллиона тонн. 0%, Египет – 531,4 миллиона тонн. 0,04%. Заир – 25,6 миллиона тонн. 0,02%. Камерун – 54,8 миллиона тонн. 0,04%. Конго – 206,3 миллиона тонн. 0,16%. Кот-де-Вуар – 13,7 миллиона тонн. 0,01%. Ливия – 4041,1 миллиона тонн. 0,05%. Марокко – 0,2 миллиона тонн. 0%, Нигерия – 2853,2 миллиона тонн. 2,15%. Судан – 41,1 миллиона тонн. 0,03%. Тунис – 57,4 миллиона тонн. 0,04%. Экваториальная Гвинея – 1,6 миллиона тонн. 0%, Эфиопия – 1,1 миллиона тонн. 0%, ЮАР – 3,7 миллиона тонн. 0%, Америка. На долю Америки приходится 21,377,4 миллиона тонн запасов нефти. Это 16,01 мировых запасов нефти в процентах. Аргентина – 304,9 миллиона тонн. 0,23%. Барбадос – 0,3 миллиона тонн. 0%, Боливия – 19,0 миллиона тонн. 0,01%. Бразилия – 575,3 миллиона тонн. 0,43%. Бенюсселла – 8832,5 миллиона тонн. 6,66%. Гватемала – 66,8 миллиона тонн. 0,05%. Канада – 671,0 миллиона тонн. 0,51%. Колумбия – 459,5 миллиона тонн. 0,36% Куба – 13,7 миллиона тонн. 0,01%. Мексика – 6818,5 миллиона тонн. 0,14%. Перу – 110,7 миллиона тонн. 0,08%. Суринам – 11,1 миллиона тонн. 0,01%. США – 3076,3 миллиона тонн. 2,32%. Тринидад и табага – 67,1 миллиона тонн. 0,05%. Чили – 41,1 миллиона тонн. 0,03%. Эквадор – 289,7 миллиона тонн. 0,22%. Океания и Австралия – 282,7 миллиона тонн. 0,21%. Австралия – 213,7 миллиона тонн. 0,16%. Новая Зеландия – 14,2 миллиона тонн. 0,01%. Папуановая Гвинея – 54,8 миллиона тонн. 0,04%. По России данные отсутствуют. Итого в мире разведано 132 681,4 миллиона тонн нефти. Это 100%. На развитые страны приходится 6056,4 миллиона тонн. Это 4,56%. На развивающиеся страны приходится 120 496,1 миллиона тонн. Это 90,82%. На бывшие социалистические страны приходится 6198,9 миллиона тонн. Это 4,62%. Одна из наиболее закрытых стран в области информации о нефтяных ресурсах – это Россия. Официальных данных на эту тему не публикуются, а в последнее время они вообще отнесены к государственной тайне. Именно поэтому оценки очень разнообразны и колеблются от 4% мировых – это 6 миллиардов тонн – до 13% – 20 миллиардов тонн. Странная ситуация. Вообще-то ситуация странная. Мы, граждане России, не знаем, каковы источники благосостояния сырьевых экспортеров, за счет которых мы все живем. Да, именно так обстоит дело. Пытаемся мы наполовину импортными продуктами, носим импорт, ездим на импорте. Нет ни российских чайников, ни стиральных машин, отвертки и гаечные ключи импортные. Фильмы, которые мы смотрим, импортные. Российские, правда, есть, но если бы их не было, разница была бы невелика. То есть есть, они неплохие, одна беда – смотреть их нельзя. Хотя некоторым нашим режиссерам дают иногда премии на фестивалях по назначению этих премий. По-моему, чтобы русские не научились хорошие фильмы снимать. Значительная часть того, что мы считаем российским, в действительности импорт полностью или частично. Модные костюмы или ботинки сделаны по иностранным рекалам. И значительная часть прибыли идет владельцам рекал. Рецепты, технологии и иногда даже просто фирменные названия, бренды забирают значительную часть выручки. Под микроскопом можно отыскать сдвиги к лучшему. Например, возврат водочной марки столичная российскому государству. Но это луч света в темном царстве. Круглогодичные свежие фрукты, черешня в мае, арбузы в июне. Ничего из этого не выросло в России, в Турции, Западной Европе, даже в Чили и Южной Африке. Так за что нам такое счастье? За что нас так любят молдаване, китайцы, среднеазиаты, немцы, итальянцы? Насколько что везут нам плоды своей земли, своих рук, своего ума и таланта? За газ и за нефть. Только за это. Еще за аммиак, карбамид, стальной прокат и лом цветных металлов. Никаких других оснований для всемирной любви не наблюдается. За десятилетия реформ российская экономика не научилась производить что-либо конкурентоспособное и достойное для мирового рынка. Когда маститый экономический гуру ругает коммунистов за то, что они заставляли нас потреблять некачественные собственные товары, ему простительно. А нам-то, простым обывателям, непростительно забывать, что если что-то хочешь купить, ты должен что-то продать. А если на мировом рынке удается продавать только нефть и газ, что делать, когда они закончатся? Китаец умеет шить куртки и кроссовки. И это умение у него останется. Японец делает фотоаппараты. Американец снимает фильмы. А мы, вместо того, чтобы лучше делать то, что раньше умели, но плохо, теперь разучились делать вообще. Если наша военная промышленность получит военный госзаказ, она его, пожалуй, уже не выполнит. Не соберет способных рабочих и инженеров. Их уже нет. Мы живем лучше Северной Кореи не потому, что у нас демократия, а у них коммунизм. Просто у нас есть нефть и газ. А у Северной Кореи нет и все. Кончатся они, будем жить хуже северокорейцев. Нефть и газ – основа нашего общественного строя. А сколько у нас этой основы, мы не знаем. Так 4% от мировых запасов или 13%. В первом случае 4% граждан России могут ни о чем не думать всего 10-12 лет. А во втором 13% целых 40%. В первом случае уже нам нужно думать, как жить без экспорта нефти. Во втором, во втором же озадачатся следующие поколения. Потомство не страшись, его ты не увидишь, как сказал великий русский поэт Хвостов. Простите, а как же нам осуществлять конституционное право на выборах? Мы же должны знать, как собираются наши кандидаты использовать основной экономический ресурс страны – экспорт нефти. Ведь это важнее их приязни к собакам или кошкам. Если вы сочтете, что мои замечания чересчур нигилистичны, то извините. А что такое еще мы умеем делать для мирового рынка, кроме как добывать нефть и газ? Даже детей и то разучились. Поэтому ничего обижаться. Ничего мы в мировом масштабе не делаем. Гуляем себе и пиво пьем. И только благодаря газу и нефти. Ну так точно хотя бы знать, сколько лет нам датчане, шведы и немцы будут пиво возить. И турки, и фес пиво турецкое. Они ведь не бесплатно его нам возят, а за нефтяные денежки. Говорите, Балтика – отечественное и конкурентоспособное пиво? Может и так. Я не знаю, кто владелец Балтики. В Питере это известно точно. Как и адреса, откуда везут. Туда солод и хмель. Думаю, не из России. То есть, побеждает ли Россия в конкурентной борьбе на рынке пива? Большой вопрос. Подозреваю, что энергия для пивоварения и холодильных установок обходятся дешевле, чем в Европе. А в цене пива – это существенная составляющая. Чем еще Балтика может взять вкусом? Ну, не хуже многих, конечно, но рынок этот серьезный и сильно конкурентен. У нас это выражается в стрельбе по менеджерам из карабинов в Европе в разорении многих немецких пивоварен, работавших сотни лет и не выдержавших новых условий. Но увы, не мы их разорили, а датчане, турки, шведы. Не думаю, что за оставшиеся 10-40 лет пиво сможет заменить в российском торговом балансе нефть и газ. Даже если конкурентоспособное пиво будет поддержано конкурентоспособным йогуртом, который по сообщениям прессы от нас начали экспортировать. Вообще чудеса. Две трети молока у нас импортные из Европы. Делать йогурт и везти обратно в Европу? Откуда выгодно? Или может он не из молока? Короче, если доктор сказал в морг, значит в морг. Наш товарообмен с внешним миром держится на нефти и газе. А сколько в России нефти секрет? Я по убеждениям демократ. Раз уж у народа есть право и возможность решать важнейшие государственные проблемы, опосредственно, мозгами своих лучших представителей, то можно ими пользоваться. А извините, принятие любого решения начинается с получения и усвоения информации. А тут самое главное-то информации и нет. Потому мы и попробуем сделать инженерную прикидку, сколько же у нас нефти. Разумнее всего базировать оценки на некоторых общих правилах, принятых в госплане СССР. Так в советские времена полагалось иметь несжигаемый резерв подверженных запасов на 30 лет текущего уровня добычи. То есть разбейся, геологи, в лепешку, но найди новое месторождение взамен истраченных. И находили, поскольку кроме ЦУ и накачек геологоразведка получала очень неплохое финансирование, обеспечение и снабжение. Таким образом можно предполагать, что в 1990 году при тогдашнем уровне добычи 516 миллионов тонн подтвержденные запасы исчислялись в 15 миллиардов тонн. За прошедшие с того времени 12 лет добыто около 4 миллиардов тонн. При роже запасов был незначительным. Следовательно, можно считать, что современные запасы нефти в России составляют около 11 миллиардов тонн. Косвенным подтверждением этому служат сведения о запасах нефтяных компаний, поделивших наследство России, ставшие достоянием гласности в середине 90-х. Наибольшими подтвержденными запасами нефти на начало 1995 года располагали Сиданко – 3,2 миллиарда тонн, Юкас – 1,6 миллиарда тонн, Лукоил – 1,51 миллиарда тонн, Сургут – нефтегаз – 1,49 миллиарда тонн. Но во многих отношениях период 1985-1991 годов можно относить к советским временам с большой натяжкой. Когда железные госплановские порядки уже не соблюдались, лишнюю работу тогда никто делать не собирался. Поэтому можно предположить, что 30-летний несжигаемый резерв был у нас только в начале 1980-х. А затем началось падение. В этом случае можно подозревать, что в постбрежневский период вновь разведанные месторождения не восполняли добычу, которая тогда велась рекордными темпами. Но если допустить подобную ситуацию, то получается, что современные запасы составляют не 11 миллиардов тонн, а меньше. Не 8, правда, но 9-10 миллиардов тонн. Кое-что за эти годы все-таки разведали. Если какая-то информация дедуктивно из известных данных не выводится, полагается прибегать к экспертному опросу, расспрашивать разных людей. И если они поняли вопрос, оказались в теме, то существует не нулевая вероятность, что они где-то такие цифры слышали. Данный случай как раз из таких. Так вот, экспертный опрос дал оценку 7-8 миллиардов тонн на начало 2002 года. Несмотря на секретность, официальные источники ни с того ни с сего заявили в июне 2002 года о 20-летнем сроке исчерпания ныне существующих запасов, что при современной добыче около 400 миллионов тонн. Опять-таки, дает оценку менее 10 миллиардов тонн, ближе к 8. Заметьте, что к 7-8 и 11 миллиардов тонн никак не составляют 13% мировых запасов. Получается 5-8. Никак не втрое, не второе место в мире. Хотя именно так зачастую говорят. Извините, это в лучшем случае 6-е, если не 7-е за Венесуэлой. Особенно неприятно, что иностранные оценки нефинного потенциала России чаще всего близки к минимуму 4%. А практика показывает, что их оценки наших дел нередко оправдываются. После относительного пика добычи в 1990 году абсолютный пик был достигнут в конце 60-х. Добыча в России несколько лет падала до уровня около 300 миллионов тонн. А в 2001 году начался резкий необъяснимый рост. Сейчас добыча в России приблизилась к советскому уровню, но это связано больше, на мой взгляд, не с ростом потребления, а с расширением возможностей транспортировки нефти страны. Совсем недавно, в 2000 году, рост добычи хотя бы до 360 миллионов тонн планировался только к 2020 году. И лишь по самому оптимистичному прогнозу энергетическая программа, но выросли мировые цены на нефть и добыча перемахнула 400 миллионный рубеж. А Россия стала первым в мире экспортером. Как оказалось, резкое падение добычи в середине 90-х почти вдвое по отношению к 90-му объяснялось все же не исчерпанием месторождения. Советский задел был вполне приличным. Проблема была в реализации нефти. Пропускная способность трубы не достигала и 120 миллионов тонн. Еще кое-что можно было вывозить мели удобными видами транспорта, но все же, что можно было добыть. А снабжать отечественный рынок нефтяникам невыгодно. Внутренняя цена на нефть и нефтепродукты совершенно ниже мировой. Да и по этим ценам вследствие общего падения производства платежеспособный спрос невелик. Наша индустрия так и не научилась работать на мировой рынок. Теперь уже даже не важно почему. Но в результате городам и населению нечем платить за энергию. Почему все же снабжение идет? По-моему, просто Христа ради. Кроме того, работа на внутренний рынок предусмотрена лицензионными соглашениями, на основании которых частные компании и получали в начале 90-х свой кусок пирога. Помолимся за безвестных составителей текстов этого соглашения. Важно также и наличие в нашей стране экспортных пошлин. Они добавляют внутреннему рынку немного привлекательности в глазах нефтяников. Надеюсь, при переговорах с ВТО удастся эти пошлины сохранить. Аргументы у нас есть. Наша экономика изначально самая энергоемкая. Должны же мы чем-то это компенсировать. И рост экономики России в 2001 году происходил во многом благодаря строительству трубопроводов и портов для отгрузки нефти за рубеж. Новыми месторождениями, тем не менее, этот рост не подкрепляется. Объемы подтвержденных запасов падают. Тот же официальный источник сообщил о 40-летнем периоде добычи нефти в России. Вообще, предполагается, что прогнозные запасы, сколько вообще есть нефти в российских недрах, примерно соответствуют доказанным. Но даже если каким-то чудом они будут открыты, точнее переведены из разряда прогнозных в доказанные, надеяться на освоение и обустройство новых месторождений без периода снижения добычи нельзя. Это очень дорогостоящие и трудные дела. Расположена эта нефть, если она есть, на северах. К сожалению, результаты георазведки Каспийского шельфа в российском и азербайджанском секторах не подтвердили ожидания оптимистов. Обнаружены сотни миллионов тонн, но отнюдь не миллиарды. Насколько информация достоверна? Можно ли верить официальной информации? Существующие оценки в различных странах достоверны по-разному. Ведь, несмотря на терминологию, доказанные запасы все-таки являются своего рода оценками. О весьма авторитетном издании встретилось, например, такое. Доказанные запасы Китая 2,5 млрд тонн. Каков же тогда размах прогноза? По опыту США, некоторые месторождения давали за срок эксплуатации в 6-7 раз более первоначальных доказанных запасов. Что связано с принятой там жесткой методикой оценки. Данные Всемирного энергетического совета независимой исследовательской организации 98-й СОП. Правда, так было раньше. Это касается месторождения, оцененных в 30-е годы и исчерпанных к 60-70 годам. В других странах коэффициент превышения окончательной добычи над первоначальной оценкой достигал от 2 до 4. Но кое-где была, возможно, и обратная ситуация, когда месторождение не давало первоначально назначенной добычи из-за слишком оптимистичной методики оценки ресурсов или если месторождение было загублено хищнической разработкой. И второе, не редкость для нынешней России. Примеры в весьма экспрессивной форме подачи приводятся в книге Калашникова «Битва за небеса». Но, похоже, советские люди, к тому же, были полны оптимизма. Я слежу за цифрами несколько лет. Еще в середине 90-х все уверенно говорили о 13% от мировых запасов России. Это вошло даже в концепцию энергетической политики России за 2000 год. Сейчас оценки более трезвые. Куда же девались половина запасов? Иногда уточняют, что СССР имел 13%. Но в других постсоветских странах запасы совсем невелики. Из них крупными запасами располагают Казахстан с конденсатом оценки от реалистичного миллиарда до оптимистичных 2,5 миллиардов тонн. Азербайджан примерно в 1 миллиард тонн. И, может быть, Туркменистан. А, еще говорят о 13% от мировых прогнозных запасов. Как мило, не 12% или 14%, а именно 13%. От чего? От того, что предполагается со значительной степенью неопределенности. По-моему, эти 13% имеют какое-то магическое влияние на умы. Сильно удивлюсь, если при подведении итогов нефтяной эры получится нечто похожее. Обязуюсь в этом случае съесть, ну, не ботинок, как говорят, обещал по какому-то случаю Хрущев. И не шляпу, как обычно клянутся американцы. Ну, хотя бы свой носок. Естественно, в случае, если найдут сторонники 13%, готовые сделать то же самое. Подведение итогов к 2020 году. Увы, к сожалению, корни проблемы ведут в прошлое. Получается, что к 1991 году Госплан имел дело с недостоверными преувеличенными данными. Почему так получилось? Я думаю, вследствие бюрократической системы управления. Думаю, что на всех этапах оценки запасов причастные должностные лица были заинтересованы в оптимистичных оценках. Вполне возможно, что не из-за материальной заинтересованности. Расспросите знакомых геологов, может быть, они вам что-то расскажут. Это обычное свойство любой бюрократической системы. Говорить об успехах громко. Для иллюстрации этого свойства обычно рекомендуют законы Паркинсона. Я же предлагаю, на первый взгляд, не относящуюся к делу книгу. Советский поэт Евгений Далматовский, кроме того, что был хорошим поэтом, еще и написал документальную книгу о войне. Летом 41-го был на юге Украины такой эпизод. Две наших армии, 6-я и 12-я, были оттеснены от основных сил и после тяжелых боев погибли. По сути, они израсходовались. Не то, чтобы немцы принудили их к капитуляции, просто не только солдат, но даже армия не может долго воевать автономно, без восполнения потерь и израсходованных запасов, без непрерывного подвоза, пополнения боеприпасов и материалов. Далматовский в этих боях был ранен. Его привязанные к лошади полотенцем выводили из зоны боев. Он попал в плен, бежал, в общем, и спил чашу до дна. И в своей книге «Зеленая брама», так называется, лес, где разыгрался последний акт трагедии, он, кроме прочего, исследует один частный вопрос. В немецких послевоенных источниках по итогам битвы говорится о 100 тысячах пленных. Эта цифра совершенно несуразна. Такого не могло быть. К началу сражения в обоих армиях бойцов было меньше. Да, Далматовский и сам говорил с бывшими сослуживцами, сидевшими в Уманской яме, концлагере, где в нечеловеческих условиях содержались пленные бойцы и командиры 6-12 армии. Они могли оценить, сколько в действительности осталось людей. 100 тысяч никак не получалось. И ему удалось проследить по трофейным документам, как, на каких этапах, от нежестоящих к вышестоящим, от одного германского военачальника к другому, первичные, относительно правдивые цифры росли и росли. Из более-менее достоверных, 35 тысяч, большинство из которых, кстати, были просто ранеными, из медсамбатов и госпиталей, получилось сначала 70 тысяч умножили двое, а потом еще 100 тысяч. Это, в общем, не вранье, ведь и 35 тысяч, и 70 до 100 тысяч. Так, на самом верху и получились фигурирующие сейчас в западных публикациях кругленькие 100 тысяч. Оттуда попали в творение наших неразборчивых историков. Очень поучительный пример. Да и книга сама по себе интересна, не только для любителей военной истории. Не припомню где-либо в литературе таких хороших, а главное, реальных иллюстраций бюрократического наращивания отчетных данных. Хотя, что греха таить, и сам отчеты составлял. Нужно хорошо представлять себе, что эти приписки не свойства одного только гитлеровского вермахта. Любая бюрократическая система, советская, она японская или американская, неизбежно преувеличивает собственные достижения, и противостоять этому может только независимый и вышестоящий орган, причем исключительно драконовскими методами. Так, в нашей армии, благодаря системе примирования за уничтоженные самолеты и танки, приписки по этим статьям наказывались как финансовые злоупотребления. Там же, где эта система не действовала и у нас врали не хуже немцев. Когда подчиненный осторожно осведомился у составлявшего реляцию Суворова, «Не многовато ли, мол, пишем убитых врагов?» полководец ответил «А что их жалеть, супостат?» Трагикомичный пример приводится в полемике по поводу американских авиационных потерь в Корее за войну 50-53 годов. Естественно, американцы их признавали по минимуму, по-моему, около 114 единиц. Советские и североамериканские сведения были другими, около 2700 единиц. Но ведь и мы могли преувеличить свои успехи. Но по отчету американской же спасательной службы 5-й воздушной армии, отчитывавшейся за эвакуацию сбитых летчиков с вражеской территории только из Северной Кореи, были вывезены более тысячи человек. Как резермирует Мю Мухин, сразу всем одинаково врать просто технически невозможно. Также американские технические службы сообщили о выходе из строя во время Корейской войны 4000 единиц авиатехники. Если учитывать, что небоевые потери часто равны боевым, если не превышают их, то итог составляет около 2000 единиц. Ближе к нашей статистике, а не американской. Привожу данные, примеры искажения отчетности лишь потому, что они выглядят привлекательно. Но в бизнесе, вопиющих случаев фальсификации больше и гораздо более значительных. Но они, как правило, были малоизвестны. Причем в экономике западного типа ни одна компания не торопится заявлять об убытках, но зато громогласно объявляет о прибылях. У нас немного иная экономическая ситуация, когда даже банкротства кому-то бывали на руку. А раз так, то и они фальсифицировались. Судите сами, в современных условиях, кого и когда наказывали за искажение данных о ресурсах нефти, да еще и прогнозах. Спасибо, что хоть какую-то информацию дают, ведь не обязаны. Следовательно, если необходимость существует, то данные по резервам могут быть искажены. Особенно, если это в чьих-то интересах. И не стоит негодовать, нужно просто относиться к любой информации с конструктивным недоверием. По-бухгалтерски. Короче говоря, официальные данные по запасам нефти в СССР были скорее завышены, чем занижены. Но и в современной России эта повысительная тенденция продолжает действовать, отчасти уже по другим причинам. Как известно, нефть у нас приватизирована, но нынешние владельцы российской нефти постоянно испытывают инвестиционный голод. Хотя это одна из немногих, в принципе, финансово привлекательных отраслей. Естественно, заинтересованность инвестора и нашего, и иностранного легче компании, имеющей много ресурсов. Поэтому лучше говорить, что у тебя нефти много, чем мало. Я не говорю о сознательном обмане. Это дело наказуемое. Не юридически, так по-иному, но и такое случается. Не слишком афишируются случаи, когда в уже разведанном месторождении вдруг не оказывается нефти. Надеюсь, что это не массовое явление. Можно ведь приводить верхнюю границу оценок. Диапазон всегда есть. Статистика в этой сфере вообще запутана. Да нельзя. Примеров тьма. Инна Гайдук в нефтегазовой вертикали, номер 6, 2001 год, отмечает, что у нас ухитрились потребить и экспортировать за год в полтора раза больше дизельного топлива, чем произвели. Расхождение в десятки миллионов тонн. Особенно если учесть, что в сообщениях о себестоимости добычи нефти наши компании допускают совершенно непонятные прыжки. Внутрикорпоративные цены на нефть обосновываются себестоимостью, а чем ниже внутренняя цена на нефть, тем больше получат прибыли дочки экспортеров. Так долго ли напутать в прогнозе? Интересен также вопрос. А США? Можно ли верить сведениям о 3 миллиардов тонн нефти в доказанных запасах? К тому же, с учетом давешних примеров, эти 3 миллиарда можно вроде бы увеличить несколько раз. Если кто-то из американцев прочтет эту книгу, я думаю, никто из них не обидится на следующее мое утверждение. Американцы при желании могут надуть кого угодно. И фальсификации отчетной информации их учить не нужно. Примеры 2002 года под рукой. Но не думаю, что скандалы с Энроном, Серексом, Волткомом признак неожиданного, но спонтанного падения нравов. Боюсь, что ссылаться на пуританский дух отцов-основателя не стоит. Мало ли, что было в 50-60-х годах. Тогда нефть добывали люди старого закала. Теперь, после кризиса 70-х, информация о запасах нефти в США стала сильнейшим фактором ценообразования на мировом уровне. И отцы-основатели, люди достаточно деловые, прекрасно знали первое правило большой экономической игры. Продавай дорого, а покупай дешево. В США не продают нефть, они ее покупают. И гораздо больше, чем добывают сами. И насколько им выгодно держать высокими цены на программное обеспечение и гражданскую авиатехнику, точно так же им выгодны низкие цены на нефть. Пусть даже это приводит к разорению некоторых собственных нефтепроизводителей. Ведь если вдруг станет известно, что собственные запасы США подходят к концу, это не может не вызвать подорожания на мировых рынках нефти. Поэтому, мне кажется, некоторое преувеличение собственных ресурсов соответствует интересам США. И думаю, в рамках возможного они это и делают. По-человечески вполне понятно. Американцам вряд ли приятно подчеркивать собственную зависимость от стран Персидского залива. Таким образом, данные для США вполне возможно завышены. Хотя, по мнению экспертов ВЭК, они могут быть напротив занижены. Также малодостоверны сведения о Китае. Эта страна традиционно не склонна раскрывать свои карты. Так, по мнению некоторых наших экономистов, китайцы занижают производство некоторых видов продукции в 2-3 раза. Они доказывают это сведениями о производстве, например, подшипников. Мы когда-то поставляли оборудование для подшипников в их заводах. И нам хорошо известна реальная их производительность. Так ли это? Трудно сказать. Восток дело тонкое. Как учил философ и военный теоретик Сунь-Дзи. Если ты далеко, показывай, что ты близко. Если ты близко, показывай, что ты далеко. Японцы тоже поклонники Сунь-Дзи. Перед Второй мировой всячески поддерживали дурацкий слух, что японцы от природы не приспособлены к высшему пилотажу. Они якобы теряют на высоте координацию. Перл-Харбор показал, что это не так. Люди, даже военные атташе, порой так легковерны. С другой стороны, Китай теперь тоже стал страной, потребляющей сырье и заинтересованной в низких мировых ценах на нефть и газ, поскольку собирается их импортировать. Соответствующие переговоры с ними проводятся. Значит, можно и преувеличивать свои запасы. Дескать, не так уж нам и нужен ваш газ покупать. Но вообще-то запасы Китая, каковы бы они ни были, для остального мира интереса не представляют. Это сейчас страна стала производящей, и китайцы хорошо знают второе правило большой экономической игры. Продавай труд, покупай сырье. Своё сырье они сами используют и никому не отдадут. Как ни странно, далеко не разведаны ресурсы Персидского залива. За ненадобностью там пока хватает того, что известно. Запасы Ирака, в частности, могут оказаться существенно большими, чем принято считать. В других регионах особых неожиданностей лучшую сторону ждать не стоит. В общем, не похоже, что широко известные данные о запасах нефти дают основания ждать какого-то чуда. Скорее всего, чудес не будет. И у нас, в человечестве, есть только то, что есть. Но всё-таки, что делать с прогнозами, говорящими об ещё скрытых в недрах земли полуторных или двойных резервах? Они не основаны на прямых доказательствах. За ними стоят пробуренные скважины с нефтяными фонтанами. Эти прогнозы базируются на знании общих цикономерностей залегания нефтяных пластов и сведениях об известных геологических структурах, где нефть может быть, а может и не быть. И Каспий хороший тому пример. Эти предполагаемые месторождения до сих пор не открыты. Это о чём-то говорит. Ведь нефть в 20 веке искали активно. Наша территория геологами исхожена неплохо, что доказывается обнаружением во многих местах вплоть до Московской области мелких месторождений. Они пока не используются. Но есть там, скажем, 2-3 миллиона тонн стоимостью по нынешним деньгам 300-400 миллионов долларов. Экономически целесообразно добывать в год миллионов на 10. Потом поясню, почему не больше. А во сколько обойдутся обустройства месторождения, дорога и нефтепровод? Ещё одна причина, почему эти кладовые солнца до сих пор не тронуты. Даже разведочными скважинами часто они неудачно расположены. Шельфы российских, наверное, и канадских полярных морей перспективны на нефть и газ. Но по этим морям движутся со скоростью пешехода ледяные поля метровой и более толщины. Посчитайте массу такого поля размером километр на километр. И не удивляйтесь полученному результату. Теперь представьте, что нефтяной платформе нужно большую часть года противостоять подобным полям. А её основные находятся на глубине более сотни метров. Трудное дело. Это вам не замерзающее Северное море. И нефтепровод на материк прокладывать нелегко. А танкерам трудно пробиваться к вышкам. Есть на севере Сибири узкий извилистый залив. Обская Куба. Узкий он на карте. В реальности он как море. Шириной 50-70 километров. Юкос который год собирается начать разработку нефти под губой. Но непростое это занятие. Как вышки ставить? Снесет ли доходом? Бурить наклонно с берега километров многовато. Не наше это дело. Но мы с Мухиным посовещались. Пришли к однозначному выводу. Без намывных островов не обойтись. Интересно. Это нефть для Юкоса тоже будет самой дешевой в мире по себестоимости. Как сейчас утверждается про другие его месторождения. Короче говоря, не нужно удивляться, что потенциальные инвесторы проявляют интерес к шельфу Южного Сахалина. Но не севернее, к западной части Баренцева моря. Но не к восточной. Дело не только в геологии. В климате также. И в ледовой обстановке. Там где море зимой замерзает, толком работать пока не научились. Или такая работа обходится дорого. Возможно в будущем, когда нефть станет большим дефицитом, появится стимул для разработок и на Карском море. Возможно и высокая цена нефти позволит окупить огромные затраты на разведку и обустройство полярных шельфов в месторождении. Возможно. Если они, конечно, есть. Правила Хабберта. Почему World Energy Council, Всемирный энергетический совет, считает, что добыча нефти в мире не будет расти? По их оценкам, снижение добычи из-за ресурсных ограничений начнется примерно до 2020 года. Делать прогнозы дело трудное. Это больше дело религии, чем науки. Тем не менее, эмпирические закономерности имеются. Так, Хабберт еще в 50-х годах предсказал пик добычи нефти в США с последующим падением. Прогноз блестяще оправдался. А методика была довольно проста. Строился график открытых месторождений по годам. Для Америки пик открытий пришелся на середину 30-х. И затем сдвигался в будущее на 35 лет. Нужна была изрядная смелость. В 50-е годы месторождение нефти открывали очень неравномерно от года к году. Но Хабберт увидел тенденцию к перелому и правильно оценил, на сколько лет вперед нужно сдвигать график. Для этого нужно хорошо знать тогдашнюю технологию нефтедобычи, сроки освоения и выработки месторождений. Добыча нефти в мире, кроме Персидского залива, и прогноз по Хабберту. Ежегодные объемы разведанных месторождений со сдвигом в будущее за 30 лет. Ведь в принципе, можно месторождение так обустроить, столько вышек понаставить и транспортных путей подвезти, чтобы истощить его за год. Но только что потом с этими трубами и дорогами делать? Вывозить себе дороже. Да для большей части оборудования это и невозможно. Срок службы всяких конструкций несколько десятков лет. Значит, за год полезно использовать лишь несколько процентов от затрат. Вообще считается, что буровые должны служить лет 30-35, как и нефтепроводы. Хотя на Южном Сахалине до сих пор работают скважины, построенные еще японцами. Но это исключение. Это значит, что и обустраивать месторождение нужно так, чтобы добывать ежегодно около 3% от его объема. Тогда все скважины полностью выработают свой ресурс. Если же добывать больше, значит часть вложений, сделанной нецелесообразной. Месторождение уже будет выкачано, а оборудование придется бросать еще годным к употреблению. Но это в идеале. В реальности мотивы поведения владельцев месторождения бывают разными. В 90-е, кстати, в ЕШ ежегодно добывалось в США ежегодно добывалось запасом десятка миллионов тонн при добыче в сотни миллионов. Это значит, что уже к 2020 году собственно добыча в США сойдет на нет. Так вот, применение этого правила к мировым запасам, за исключением Персидского залива, только с 30-летним сдвигом дает пик добычи в конце 20 века. А затем добыча должна начать снижаться. Объем разведленных месторождений по годам со сдвигом в будущее на 35 лет ежегодная добыча для США без Аляски, Гавайских островов. Действительно, в 70-е открывали по 4 миллиарда тонн в год, а вот в 90-е по миллиарду полтора миллиарда тонн. В 70-е добывали существенно меньше, чем вновь открывали, и запасы росли, несмотря на нефтяной кризис. А вновь открытые сейчас месторождения не восполняют добычи. Поэтому, хотя нынешнее состояние доказанных запасов величина непостоянная, из-за каких-то крупных открытий может и повыситься, все же идет понижение их объемов. Хотя перспективные ресурсы, помимо, напомню, это еще более умозрительная величина, чем прогнозные, вроде бы в два раза превышают доказанное. Ситуация не слишком хороша. Общая тенденция в мире такова, что вновь разведанные месторождения не превышают добычи, и объем подтвержденных запасов уменьшается. Справедливости ради нужно сказать, что в обосновании своего прогноза эксперты ВЕК апеллировали и к снижению добычи в России. Сейчас добыча в России растет. Но стоит ли на нашем частном примере считать мировой прогноз необоснованным? Сопровождается ли рост российского экспорта также ростом доказанных запасов? Это и есть маленький секрет нашего правительства и наших нефтеэкспортеров. Я пишу «Союз», и потому что не знаю, можно ли без него обойтись. Еще несколько слов тоже ради справедливости. В той же книге, где эксперты ВЕК говорят об исчерпанности ресурсов, но в другом разделе говорится о сценариях энергопотребления в 21 веке. Некоторые из них принадлежат МЭЭ, Международная энергетическая ассоциация, объединяющая потребителей энергии, и ОЭСР, Организация экономического сотрудничества и развития, раньше объединявшая страны золотого миллиарда. Сейчас туда приняли и некоторых победнее. Сценарии эти разработаны, исходя из потребностей и тенденций в потреблении, и по всем сценариям оптимистичным и реалистичным показан значительный рост добычи нефти. Например, к 2050 году до 5 миллиардов тонн в год. Перед этим парадоксом я умолкаю. Но есть, к счастью, возможность проверить достоверность этих радужных картинок. Кроме того, МЭА и ОЭСР обещали к 2005 году мировую добычу нефти в 4,15 миллиарда тонн и газа в 3 миллиарда тонн. То есть, около 3 триллионов кубометров. Ждать осталось недолго. Посмотрим, что за экспертов собрала Международная энергетическая ассоциация и Организация экономического сотрудничества и развития. В общем, резюме таково. Даже если я не прав, в своем скептицизме следует всегда придерживаться правила «Надейся на лучшее, а готовься к худшему». Исчерпание мировой нефти к 2050 году это не худший сценарий, а скорее оптимистический, основанный на доверии к имеющейся информации, которой я лично не доверяю. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok